Ну что же, я приветствую всех братья, но перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь. Решил вам сделать такой предновоходный подарок в виде прогноза и разбоя боя на поединок Фрэнсиса Нгану и Серила Гана. Вот, ну что ж, надеюсь и вы меня порадуете своей активностью. Ну а мы начинаем. Фрэнсис Нгану, начнем со статистики. Это 19 боев, 16 побед, 12 нокаутом, 4 сабом. Все досрочные победы. Имеет 3 поражения, 3 решения. В последних поединках стал жертвой Степи Меочич, Розенстрайк, Дос Сантос, Веласкис, Блейдетс. То есть на очень хорошие победные серии идет, в принципе, Фрэнсис Нгану. Вот, что же касательно претендента, Серил Ган. Это 10 боев, 10 побед, 4 нокаутом, 3 сабом, 3 решения. В последнем поединке одолел Дерека Льюиса. До этого побеждал Волкова решением, Розенстрайка и Джуниора Досантоса. В принципе, конечно же, более топовая позиция это у Фрэнсиса Нгану. Да, я очень-очень долго думал над этим поединком, что как может произойти. Лютый панчер против лучшего технаря в супертяжах. Вот так можно ответить. UFC. Вот. Фрэнсис Нгану, конечно же, это хищник. Это нереальный заряженный панч. Это любой ценой досрочная победа. И вот я думал, поначалу мысли, в какие в голове закрадуются. Да, наверное, Нгану, как всегда, снесет. Но хорошо все проанализировав. Вот практически. Ну, смотрите. Давайте так. Ударная мощь это, безусловно, Нгану самый сильный удар в UFC. Я думаю, с этим многие согласятся. Техника. Ну, давайте говорить честно. Его техника это... Она неплохо, а точна. Но по большей части это размахайки. По большей части, да. Но если хотя бы одна размахайка долетает такая, то его оппоненту просто ничего не остается делать. Либо, как минимум, быть потрясенным, либо уже падать на канвас в бесчувственном состоянии. Вот что можно отмечать. Но проблема в том, что Сирил Ганн, просматривая все с ним последние поединки, до него очень сложно донести тяжелое, плотное попадание. Вот мы хорошо знаем Дрэка Льюиса. У него практически до любого соперника получается доносить хорошее, плотное попадание. Но ни одного хорошего, плотного попадания он так и не смог донести до Сирила. Сирил очень хорошо работает в челноке. Он прекрасно работает ногами, на ногах. Выстреливает аккуратно, держит дистанцию. Да, конечно, я предполагал такую картину. Что будет, если Фрэнсис на него понесется и все же донесет? Вот. Но все же, мне кажется, что Сирил Ганн – это стилистический кошмар для Фрэнсиса. Во-первых, еще нужно учитывать тот фактор, что они были спарринг-партнерами и, в принципе, оба хорошо знают друг друга. Также я взял ментальную составляющую, что немаловажно. Фрэнсис Ганн – чемпион, и, безусловно, он очень классный боец. Я от него тащусь, ничего не скажу. Но, если у него что-то не получается в бою, например, как первый поединок со Степи Меочием, или поединок с Дереком Льюисом, он ментально ломается. Это как факт. Если у него не удается выполнить геймплан в первом, максимум, втором раунде на поединок, все, он просто начинается ломаться. Что нельзя сказать за Сирилу Ганна? Он не ломается. Естественно, также я думал, что нельзя исключать вот такое вот, то, что Ганн может попасть, Фрэнсис Ганну попасть панча. Но, с другой стороны, я думаю, что все так-то защита, защита Сирилу Ганна, я думаю, что если Фрэнсис и будет попадать, то это будут по большей части какие-то удары вскользь, или Фрэнсис все равно будет неплохо перекрываться. Знаете, очень долго думал над этим поединком, и буквально вот этой ночью, почему я решил создать прогноз именно сегодня, конечно же и по просьбам я собирался дать, но немножко попозже. Сегодня приснился еще такой сон. Знаете, вот во сне Фрэнсис прессинговал, Сирил работал в челноке, классно уходил в углы, то в один, то в второй от панча Фрэнсиса. Ну, это я просто так говорю, это ни к чему, просто рассказываю свой сон, что мне снилось, как бы так вот. И по итогу во сне Сирил Ганн победил решением судей, как бы разбивая Фрэнсиса на дистанции, не давая по себе плотно попадать. Но это всего лишь сон, я ничего не говорю. Конечно, у меня такой сон был, бывает у меня такие сны, короче. Ну, я никак не хочу ни к чему это относить. Вот когда поединок был Александра Усика и Энтони Жошуа, я тоже, мне приснился сон, что Саня переиграет. Но это не суть. Главное, что по навыкам, по ментальности, Сирил Ганн, мне кажется, это немножко другой уровень. Фрэнсису нужно только нокаутировать. Да, он это делать умеет безупречно. Но, все же, я считаю, что в данном противостоянии фаворит для меня именно Сирил Ганн. Коэффициенты равные 1.8 на того, 1.8 на того. Вот. Касательно ставок. Моя первая основная ставка. Тотал более полутора раундов. Я считаю, даже если Фрэнсис и снесет, в чем я сильно сомневаюсь, это будет не раньше данного срока. То есть, это будет либо в конце второго, ну, в общем, как-то так, да. Вот. Это основная ставка. Вторая ставка. Это чистая победа Сирил Ганна. И последняя ставка. Это его победа решением судей. Вдумайтесь. За коэффициент 4.8 уже. Это, я считаю, очень жирный и классный коэффициент на такой исход. Учитывая, что Фрэнсис все-таки-то не проигрывал досрочно. И держак у него железобетонный. Да и не нокаутер прям лютый Сирил Ганн. Не Волкова не финишировал. Ну, единственное, что закрадывается сомнение, что если поединок конкретно затянется, то, типа, в поздних раундах как-то финишировать уставшего уже просто такого выдашившего Фрэнсиса, да, Ганну. Ну, что-то, ну, могу себе такое предположить, но все же более склоняюсь к тому, что даже уставшего Фрэнсиса Сирил не рискнет финишировать и все так-то заберет уверенным судейским решением. Что ж, вот такие у меня мысли были по данному поединку. Вы, конечно же, делитесь своими мыслями, как думаете, кто за счет чего, кто для вас фаворит. Очень интересно будет пообщаться в комментариях. Ну, у меня на этом все, братья. До новых встреч, до новых прогнозов. Всех с наступающим. Всех благ, всем добра и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok